здравствуйте дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать вот укомплектовал сеялку свободное время почти укомплектовал не сделал я дышло она здесь не валяется вот она родное как я не определюсь делать ее навесную или не делать оставлять прицепную не знаю что-то никак не не приду к выбору я чуть-чуть обмыл мойкой но пока мокрая было плохо видно и есть такие места где не повымывал так друзья ну так она поюзаная плохо но тут есть такие места от подварить надо саму вот эту трубу несущую вот это и и пытались варить и на но перед продажей или как на что-то не очень у них получилось надо какую-то косынку наверное усиление делать что еще по высевающим вопросам нету все так четко вот этот механизм включения выключения но это типа положение в кол как видите друзья здесь уже максимально все выставлено здесь максимально все выставлено от болты прорезь сами шестерни зацепления вошли плохо на 50 процентов всего лишь пошли шестерни зацепления и видно это у них давно так как есть износ есть износ друзья вот если посмотрим на тату шестерен очка которая хозяин не пользовался никогда то не и зуб такой тупой в это уже зубчики уху остренькие будем пытаться решать эту проблему есть мысли посмотрим получится или нет так друзья сашники поставил я все почти все сашники ну теперь наверное буду я их все снимать у меня задача стояла определиться с шириной захвата на сеялке у меня получается ну по паспорту написано что она полтора метра захвата то есть у конной сеялки в отличие от сызешки ширина междурядей 10 сантиметров у сызе 36 и ее аналогов ширина междурядей 15 сантиметров так я планирую сеять кукурузу ней поэтому не знаю как быть мне междурядка нужно 70 сантиметров я сейчас пока предварительно выставил все сашники максимально по на краю стоит сделал поближе к колесу друзья сделаю это для того чтобы при повторном проходе когда селка будет идти рядышком чтоб сашник не шел по следу колеса иначе будет мне кажется плохо залазить там посмотрим что нужно сделать еще вот что я буду снимать сашники и просили снять поподробнее вот они так выглядят видно да но на первый взгляд они разные по факту сама вот эта несущая стойка она сделана из цельного металла такая она добылячая они одинаковые просто угол наклона леек разный вот тут это же стенка гнутая именно в ней разница тут расстояние всего лишь пару сантиметров а тут метра три-четыре это видимо сделано для того чтобы направить семипроводы сюда было удобнее так блин вот это же перепрыгаю с места на место потому что хочется много сказать с первого раза видео не получается и потом уже когда второй раз видео снимаешь не помнишь говорил не говорил уже путаешься друзья так что извините ширина будет метр шестьдесят у меня захвата сейчас метр шестьдесят если выставить по краям если ставить как положено метр пятьдесят то получится тут будет расстояние большой от колеса вот вот тут это я хотел сказать пропустил а так будет мне кажется лучше друзья анкерный сошники они возвращаются снова в использование и есть селка amazon фирма делает они вернулись уже к таким сошникам эта фирма я почитал ну как превью или как она называется там не презентацию делали этой селки и описанию они считают что это самое лучшее формирование ложи под семена когда зернышко легло и через определенное время ее засыпала землей таким образом зерно лежит на твердой почве у дисков дисковых сошников они считают что это время очень короткое и если двигаться быстрее положенного то тогда уже зерна ложатся в мяг на мягкую почву и поэтому ну она пересыхает быстрее и зернышку тяжелее добраться ну к влаге да здесь счит они считают что после посева анкерами самое равномерные самые быстрые всходы и они там представляют таблицу которой мы приводят значение вот именно по посевам допустим если взять норму высева ячменя так у нас тут все я даже по 200 килограмм на гектар сеют хотя литература говорит что этого делать нельзя что но норма высева в ячменя 120 130 килограмм а повышать там 10 процентов повышаешь если сухую землю и сеешь 10 процентов повышаешь на невсхожесть семян то здесь они на эти анкера они не 10 процентов показывают опять процентов нужно всего лишь добавлять ну друзья все елка 77 года и они выпускались намного раньше я не знаю там начало выпуска одну в каких годах она начинала выпускаться из тех времен как бы анкера видите дожили до нас а сошники какие-то мне изобретают все равно что это не все не все у них выходит также друзья видите какой он изношенный изношенный анкер мне кажется его было хорошо заточить было хорошо заточить еще лучше было вот была возможность надо над этим подумать я знаю там у фермеров у некоторых много валяется дисков с изношенных от них меняют и вот если б с этих дисков повырезать такие как полоски и сюда поваривать ну чтоб как режущая часть была я думаю они были землю намного охотнее также друзья я думаю вы обратили здесь на анкере есть такая ручка но она служит не для подъема там если бы она служил для подъема она была вверх ногами друзья на эту ручку вешаются дополнительные грузы вес дополнительных грузов доходит до килограмма там короче есть от 250 грамм грузики до килограмма грузики ну и в комплекте мало у кого не есть эти грузы многие их сами делают также друзья вот почитал информацию о семенах вот именно пшеница а зима и ячмень яровой считается что нету смысла заделывать эти семена глубже чем на пять сантиметров нету смысла глубже чем на пять сантиметров причина такова что когда семочка прорастает как же она называется узел формирования растения он находится на глубине два с половиной три сантиметра при любой глубине заделки но так пишет литература при любой глубине заделки все равно будет у вас этот узел выше но как корешки видно лишено такое если и даже они указывают что на засушливых районах тоже рекомендуется на такую глубину делать у нас то считается что чем глубже заделать не будет больше влаги а тут они считают пишут в литературе что нужно заделывать не глубже не мельче двух с половиной сантиметров ну а глубина не больше пяти если будут какие-то коротко частные осадки влага все равно попадет корешкам а если ты заделаешь там глубже то мало то что будет прорастать дольше также глубина зависит от времени посадки чем раньше садишь в зимой чем раньше садишь тем глубже надо ее засадить а ячмень пишут что чем раньше тем мельче надо но так литература пишет и будем пробовать экспериментировать я сначала была у меня задумка конечно и многие со мной согласятся многих сразу такой план что нужно ставить дисковые сошники ну я думаю мы попробуем на анкерах единственный минус на ну нашел я вот сколько я там почитал за них единственный минус друзья это то что они любят хорошую обработку земли что на период там где перей там где солома остается она это сеялка гребет как трактор пишут ну посмотрим как она будет гребти будем стараться хорошо обрабатывать землю и будем пробовать ее в работе ладно друзья наболтал и так достаточно кому интересно оставайтесь на моем канале будем дальше подробно рассматривать эту сеялку если есть какие-то пожелания к каналу советуйте если есть у вас какой-то опыт эксплуатации я всегда выслушаю так что оставляйте комментарии до скорых встреч хороших вам урожаев при благоприятной погоды чтобы было вот все хорошо до свидания